МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на телеканале НЕКОПЛЮС, студии Ольга Пименкова. Медведица напала на посетителей зоокомплекса в поселке Сямозера. Пострадали маленький мальчик и его отец. По словам очевидцев, больше всего досталось мужчине. Зверь терзал его несколько минут, после чего медведицу удалось отогнать в сторону. Ее застрелил владелец зоопарка под открытым небом. Ефим Овчинников с подробностями. Пострадавшие от нападения медведицы сейчас в больницах. Врачи пока не пускают к ним даже представителей правоохранительных органов. Самые серьезные травмы получил мужчина, который спасал от хищника своего сына. В тяжелом состоянии, с множественными ранами конечностей, волосистой части головы был снят скальп. Отсутствовала часть мягких тканей на голове, который был поднят сразу, так сказать, в операционную, и после этого в палату и тар. На посетителей зоокомплекса напала медведица Даша. Ее знали здесь как самого общительного и ласкового зверя. Периодически водили купаться в озеро на глазах гостей. Она жила в небольшом вольере. Хозяин зоопарка, предприниматель Василий Попов, лично кормил воспитанницу из рук. Владелец зоокомплекса неоднократно уверял, что животных содержат в максимально свободных условиях. И звери здесь не за решеткой, а дома. Гостеприимство оценили пострадавшие и свидетели расправы медведя над человеком. Она как хороший спортсмен подтянулась, и все, и она уже здесь. И вот просто мы в шоке вообще застыли, потому что рядом с нами маленькие дети. Она бегает, у нее пасть окровавлена. Стоны за углом вот мы слышим, да, что там понятно, мы вообще боялись, что просто с парнем уже все, что мы его просто, ну, на наших глазах он просто погиб. И это было чудо, когда мы его увидели, его затащили снова на этот подиум, на этот балкончик. И он стоит, он едва стоит. В зоокомплексе, который расположился на берегу Сямозера, десятки животных. Среди них и несколько медведей. Тех, что постарше, держат в железных клетках. Медведей помоложе в открытых вольерах. В одном из таких жила медведица Даша, которая набросилась на посетителей. Насколько я понял из рассказов очевидца, вот туда она, только зрители подошли, она вот туда пробежала, разогналась и зацепилась. Вот как-то зацепилась, буквально тут даже трудно сказать, но вот есть следы небольшие, вот такие. Как она, за что зацепилась, я даже не представляю. Тут невозможно. Вот даже я, при том, что вот так вот уже эта высота достаточно приличная, да, а она максимально могла достать только вот досюда, вот. То есть выше она не поднималась, она небольшая. Скорее всего, пострадавшие будут подавать на владельцев зоокомплекса в суд. Его представители уже заявили, что готовы выплатить компенсацию. Кроме того, здесь пересмотрят условия содержания медведей. Переведут из открытых вольеров в клетки. Хозяева комплекса не питают иллюзией. Не исключено, что их детище могут попросту закрыть. Предстоит большая проверка. Да и репутация у зоопарка теперь изрядно подпорчена. Уже на следующий день после нападения медведя на человека здесь не было ни одного посетителя. Воскресным утром такой тишины здесь не припомнят. Еще одна проблема, с которой, возможно, столкнется зоокомплекс – кадры. За день до нападения на посетителей один из медведей покусал работника зоопарка. Сейчас он в больнице. Его состояние медики оценивают как стабильное. К другим темам. Реставрация Екатерининской церкви близка к завершению. Сегодня на Звонице и главном куполе возрождающегося храма были установлены позолоченные кресты. Напомним, что деревянное здание Екатерининки серьезно пострадало от пожара, вспыхнувшего в ночь с 12 на 13 мая прошлого года. Александр Лычагин продолжит. Этот день прихожане Екатерининской церкви ждали. И вот он настал. Митрополит Петрозаводский и Карельский Мануил совершил чин освящения крестов возрождающейся городской святыни. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Кресты в 3,5 и 5,5 метров высотой выполнены из нитрита титана и покрыты позолотой. После освящения их установили на Звоннице и главном куполе храма. Последний раз кресты на Екатерининской церкви устанавливали 126 лет назад. С тех пор многое изменилось. У строителей появились автокраны, у прихожан мобильные телефоны и цифровые фотокамеры. Однако современные жители города следили за работой мастеров с тем же восторгом и трепетом, что и их предки. Очень бы хотелось, конечно, чтобы престольный праздник 7 декабря в Великомущенце Екатерины уже прошел в храме. Но, опять же, не загадываем. Реставраторам Екатерининки еще предстоит вплотную заняться кровлей, внутренним и внешним убранством храма, а также подведением коммуникаций и благоустройством территории. Парапет на проспекте Невского выложили, как оказалось, могильными плитами. Внимательные петрозаводчане разглядели на недавно отремонтированной улице не только памятник, но и распознали в изображенном на нем человеке черты всенародно любимого актера Савелия Краморова. Как такое произошло, выяснял Александр Гнетнев. В Петрозаводске то там, то здесь кипят летние ремонты, то там дороги ремонтируют, то здесь плитку кладут. И молодцы, и хочется радоваться, однако иногда кажется, что лучше бы все оставили как есть. Ничего бы не трогали. Золотые руки у городских рабочих. Кто, если не они, смог бы додуматься украсить проспект Александра Невского настоящей могильной плитой? А наши могут. Вопросы, как и зачем, отбросим прочь. Жест рабочих вне здравой логики. А кого увековечили местные умельцы? И это похоже на правду. Сравним. Вот кадр могильной плиты на проспекте Александра Невского. А вот оригинал. Всенародно любимый актер Савелий Краморов. Как плита с его изображением оказалась в Петрозаводске, мы еще выясним. Автора хотелось бы найти и отблагодарить. Ухи, ухи, ухи. Однако все мы знаем, что Петрозаводск очень гармоничный город. И если у нас что-то где-то прибыло, то значит, все верно, что-то где-то убыло. На проспекте Александра Невского появилась плита с Савелием Краморовым. Зато с площади Гагарина убрали другую скандальную плиту с изображением первого космонавта. Прежняя памятная доска не нравилась многим тем, что она больше смахивала на могильный памятник Юрию Гагарину. Теперь, кажется, все в порядке и справились. И на том спасибо. Продолжение следует... Старующиеся рисовать портреты на камне перерисовывают лица знаменитостей с фотографий. Как раз такую плиту с изображением Савелия Краморова якобы забыли выкинуть. И вообще, дескать, плиты грузили гастарбайтеры, а они в детали не вдавались. Такова официальная легенда. Это можно назвать, ну, хотите разгильдяйством, хотите мелким хулиганством. Ну, просто это досадное недоразумение, которое действительно необходимо исправить. В мэрии говорят, что работы по ремонту парапета на проспекте Александра Невского пока не приняты и не оплачены. Сегодня плиту с изображением Савелия Краморова демонтировали. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем. Главные призы Онежской регаты отправились в Петербург, Москву и Северодвинск. Только один экипаж, в котором был петрозаводчанин, может похвастаться почетным вторым местом в классе четвертоник. Впрочем, как любят говорить спортсмены, главное участие. Затем, как разыгрывали призы регаты, наблюдала Анастасия Мячина. Восемь утра, пристань на Онежской набережной. Перед последней гонкой участники шутили. Было тепло до регаты, будет тепло после, а вот сами соревнования прошли в дождь и чуть ли не при минусовой температуре. Особенно, если гонка шла ночью. Таким условием не сильно обрадовались некоторые гонщики. И организаторы, и судьи должны в первую очередь прислушиваться именно к гонщикам и делать все для того, чтобы гонщикам нравилось гоняться. Они приезжали сюда вновь и вновь. Да, люди тратят деньги сюда, едут, везут мочайст, лодки, живут в тяжелых условиях. Когда их заставляют идти холодной ночью в гонку, мало приятного, если честно. Далеко не все экипажи были согласны с матросом яхты «Восток». Это спорт, а в спорте расслабляться нельзя, даже когда посреди гонки ломаются мачты, как это случилось с петрозаводской яхтой «Джулия». Чуть больше повезло экипажу из Кондопоги. В предпоследней гонке сильный ветер положил яхту на бок. Кто-то забрался на борт, естественно, для откренки. Видели даже свой собственный киль, свесившись за борт. Кто-то, значит, сразу стравливает шкоты на гроте. Соответственно, после этого яхта все-таки устанавливается в свое первоначальное положение. Но, так, немножко адреналин получили. Многим яхтам не поздоровилось. Спортсмены назвали эту регату штормовой гонкой. Впрочем, наряду с разорванными парусами – несомненный плюс. Большие дистанции удавалось проходить довольно быстро. В классе «Опен-800» был поставлен рекорд – 100-мильная гонка за 11 часов. Средняя скорость в 10 узлов – неплохой результат для яхты «Глобус», на которой шла команда ветерана Онежской регаты Андрея Некандрова, уверенно побеждая. Последнее соревнование – это гонка «Голд Престижа». Наша любимая регата. Все-таки России повезло, что у нас такие акватории – «Ладога», «Онега» – это редчайшие для земли. Большие озера в Америке, наверное, более-менее аналог. И мы пользуемся, стараемся пользоваться этим. Осваиваем эти акватории, осваиваем яхт-клубы, помогаем им развиваться. Но регата – это один из стимулов развивать инфраструктуру на берегах этих озер. 270 морских миль, больше 70 экипажей, 9 яхт «Опен-800», 11 четвертьтонников и 7 лодок в классе 32 фута. Последняя гонка этой регаты определила победителей. Среди четвертьтонников лучшей стала яхта «Улан», экипаж из Москвы и Ростова-на-Дону. Питерский «Глобус» победил в классе «Опен-800». Шанс из Северодвинска преуспел в классе 32 фута. Для карельских экипажей многомильная гонка оказалась не самой удачной. Из призовых – одно второе место. И то пополам с Петербурга. И последнее. Мы идем навстречу пожеланиям наших телезрителей. С 5 августа наши новости выходят в новое и более удобное время – ровно в 7 часов вечера. Вы должны узнавать новости первыми. 19.00 – новое время эфира новостей телеканала «Ника плюс». Мы делаем новости вместе с вами. Это все на сегодня. Смотрите наши новости в интернете на сайте никодефисmedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!